Здравствуйте! С вами программа «День города». Вместе с моими коллегами я расскажу о главных событиях среды. Смотрите в выпуске. Взрыв на окружной. Утром под Рязанью загорелся грузовой автомобиль. Пострадал 63-летний мужчина. Стоять осталось недолго. Пробка в кольном. Причины и прогнозы. Не смейте забывать учителей. В мире празднуют День учителей. На 195-м километре южной окружной дороги сегодня ЧП «Взрыв» и горящий автомобиль. Очевидцы разместили видео в социальных сетях. О подробности происшествия расскажут сотрудники МЧС региона. В среду 5 октября на 195-м километре южной окружной загорелся грузовой автомобиль. Учитывая загруженность трассы и век цифровых технологий, видео происшествие мгновенно распространилось по социальным сетям. На кадрах видно, как в какой-то момент из загоревшегося грузовика «Форд» раздался характерный для взрыва звук. По предположению автора видео, внутри автомобиля взорвалось газовое оборудование. На место выехали сотрудники главного управления МЧС региона. Вызов о пожаре поступил в 9.39. На момент прибытия горел грузовой автомобиль на 195-м километре южной окружной дороги. В 9.59 произошла ликвидация открытого горения на площади 4 квадратных метра. На месте работали 2 единицы техники и 10 человек личного состава. На пожаре пострадал мужчина, 1959 года рождения. От госпитализации отказался. Ремонт водопровода по Касимовскому шоссе обещают завершить к 14 октября. Напомню, рязанцы пожаловались в соцсетях на невыносимые пробки в районе Кольного по вечерам. Якобы из-за работ по укладке труб. Этот вопрос дошел и до губернатора. И вот сегодня на него был дан исчерпывающий ответ. Длинный щебеночный путь вдоль Касимовского шоссе с каждым днем все длиннее. Сотрудники ГУРВодоканала меняют участок водовода диаметром в 600 мм и длиной в 350 м. Но для автомобилистов пока что трасса сужена, пусть и незначительно. От этого, дескать, масштабные дорожные пробки и заторы. Вот в таком ключе рязанцы пожаловались губернатору. Но глава администрации Елена Сорокина на правительстве все разъяснила. Для того, чтобы насколько возможно минимизировать дискомфорт для жителей, приняли решение работать 12-часовой день. В три смены работать нельзя, потому что в этом месте проходит большое количество коммуникаций. И если наша техника заденет какую-то из коммуникаций, сроки ремонта придется продлить. Для того, чтобы по прямой обеспечить как можно более беспрепятственный проезд, увеличили сигнал светофора на 20 секунд. Для завершения работ необходимо еще примерно 12-14 дней, включая восстановление благоустройства. Впрочем, непосредственно на месте эти сроки даже сократили. Работы идут бойко, ремонтники, можно сказать, вышли на финишную прямую. Обустройство выполнено уже на две трети. Из 350 метров участка водовода осталось заменить всего 120. Сейчас основная задача освободить проезжую часть, потому что в часы пика образуются значительные затруднения в движении. На сегодняшний день для того, чтобы немножко разгрузить этот участок, изменен режим работы светофоров. Работы по проезжей части, связанные как раз с заменой под полотном дороги, должны завершиться до 14-го числа. Окончательно же этот участок дороги приведут в соответствии к 1 ноября. Времени на этого подрядчика будет предостаточно, а пока что восстановление привычного рязанцам режима движения – задача номер один. Жители Москвы и Белгорода стали свидетелями необычного явления. Сразу в нескольких местах они наблюдали вертикально направленные в небо лучи желтого и белого цветов. Видео выложили в соцсетях с комментарием «наконец-то активировали звезду смерти». После продолжительных дебатов в сети за основную приняли все-таки версию некоторых военкоров, заявивших, что это новейший лазерный комплекс Минобороны России «Пересвет», основная задача которого – ослеплять все спутниковые системы разведки противника на орбитах до полутора тысячи километров. О том, что такие комплексы уже серийно поставляются в войска, еще в июне заявлял вице-премьер Юрий Борисов. Впрочем, сегодня РИА Новости опровергли эту версию со ссылкой на ученых. Агентство пояснило, что жители Белгородщины были свидетелями такого необычного атмосферного явления, как ГАЛА. В общем, кому какая версия ближе – решайте сами. Многие россияне, с детства помнящие торжественные мероприятия по случаю Дня Учителя, полагают, что праздник зародился в СССР. Однако это верно лишь отчасти. Дату отмечают педагоги по всему миру. Праздник 5 октября учредила ЮНЕСКО в 1994 году. Тем не менее, в Советском Союзе День Учителя и в Прян праздновали задолго до этого. Впервые праздник отмечался еще в 1965 году. Но дата была плавающей и приходилось на первое воскресенье октября. Губернатор региона Павел Малков поздравил учителей еще в понедельник в филармонии. Об этом рассказывал Максим Васильев. А сегодня в своем телеграм-канале он отметил, цитирую, «Учитель – это призвание. Окружающий мир может меняться, но учителя всегда продолжают нести вечные ценности и делиться знаниями с детьми. Это сложная работа, которая не заканчивается после школьного звонка. Планы уроков, контрольные тетради и ответственность за учеников – все это всегда с вами». Конец цитаты. Наша телекомпания присоединяется к поздравлениям и желает всем выбравшим путь учителя терпения и благодарных учеников. Люди еще одной профессии отмечают 5 октября свой праздник – сотрудники уголовного розыска. Обычно в этот день они принимают поздравления от сослуживцев и руководства, получают награды и вспоминают своих погибших на службе товарищей, встречаются с ветеранами ведомства. Наша съемочная группа решила проследить профессиональный путь сотрудника через поколения. Их лица скрыты от общественности. Их нельзя показывать по телевизору, их работу освещают только сухими цифрами. В форме сотрудников полиции их редко встретишь. Чаще работают в гражданской. И работают успешно. Только за первые полгода сотрудники уголовного розыска раскрыли больше 185 тысяч преступлений по всей России. Здесь и убийства, грабежи, изнасилования, разбойные нападения – список внушительный. Каждый оперативник работает по своему направлению. Антон в сфере общеуголовной направленности, в том числе по мошенникам. Пойти в полицию – это пример старшего брата, который также работал. А в уголовный розыск пойти по данному направлению работать – ну, скорее всего, понимание о том, что эта работа общественно полезная, нужная людям. Ведь кто-то должен бороться с преступностью. Почему бы не я? Телефонные звонки от якобы службы безопасности банка, родственники, попавшие в беду, гадалки – все эти схемы он знает, наверное, уже на зубок. Работает Антон в уголовном розыске два года. В 20-м закончил специализированный вуз. За это время раскрытых дел хватает, говорит он. Даже не пробовал считать. Часть из них раскрывают буквально за сутки, что называется, по горячим следам. Над другими приходится поработать подольше. Те же сотрудники безопасности банка звонят обычно из других стран, в основном из Восточной Европы. Поэтому установить их в местонахождение не так и просто. А как это делается, Антон рассказывать не стал. Все тонкости работы скрыты под четкой формулировкой – оперативно-розыскная работа. А еще сотрудники обмениваются опытом с ветеранами службы. Один из советов – нет ненужной информации. Информация, она может в данный момент быть не актуальна, а через полгода быть актуальна и пригодится в раскрытии преступления или в установлении лица. Соответственно, нужно каждый день, каждую информацию анализировать, прогонять через себя, ну и где-то записывать. Председатель организации ветеранов Евгений Кудряшов рассказал, что встречи такие происходят регулярно. Сам мужчина успел послужить и участковым, и оперативникам, и старшим оперативникам. На боевой пост он заступил в 24 еще при Советском Союзе. Но уже спустя полтора года молодого участкового переманили к себе оперативники. Крещение получилось с места в карьер – поножовщина, прямо у круглосуточного магазина. Это же все нельзя рассказать, как ходишь там по подъездам, по подвалам, по людям спрашиваешь. А потом кто-то говорит, а я видел, кого? Вот такого, такого. И начинаешь говорить, а кто это такой у нас в этом районе? Да вот тут, тут, тут. И потихонечку выходишь, 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 опа. И выходишь на человека, который порезал и бросил нож на крышу магазина. Спокойных дней не было. Каждое утро новый ворох обращений от местных жителей, да и машин служебных у оперативников в то время не было. Ходили пешком. Много беседовали с людьми и порой даже советовались. В общем, были поистине народной милицией. Каждое преступление, раскрытое тем более, это как бы, я не скажу, что это праздник, понимаете, но это удовлетворение своей работы. И все преступления, какие бы они ни были, мелкие, незначительные, значительные, они все для сыщика являются как бы… Он через сердце пропускает это, через себя просто, нужно раскрывать было. Так что все значительно было, все. На вопрос, что обычно желают сотрудникам уголовного розыска в их профессиональный праздник, Евгений Кудряшов ответил крепкого тыла, чтобы дома в семье все было хорошо. К этому пожеланию наша съемочная группа также присоединяется. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Напомню, партнер программы «День города» – выставка продажа «Икра и рыба камчатская». Свежие и вкусные морепродукты к вашему столу, да еще и с пользой, до 8 октября в нашем городе. Несмотря на многочисленные предупреждения от полицейских, доверчивых людей меньше не становится, а потому деятельность мошенников распространена, а активность их не снижается. Очередное запутанное, но типичное дело. Мошенники обобрали пенсионеров на 750 тысяч рублей. В полицию обратились сразу два пожилых рязанца. Оба стали жертвами телефонных мошенников. Схема старая, у нее даже название есть. Ваш родственник попал в беду. С пенсионерами разыграли схему ДТП, когда аферист говорит, что родственник стал виновником аварии. И срочно нужны деньги, чтобы, так сказать, отмазать. По такой схеме 85-летний пенсионер лишился 500 тысяч рублей, 74-летняя женщина – 250. Только спустя время пострадавшие позвонили своим реальным родственникам. Естественно, те были в порядке, ни в какие ДТП они не попадали. Тогда пострадавшие обратились в полицию. В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления уголовного розыска УМВД выяснили приметы и маршруты передвижения двоих молодых мужчин, которые встречались с потерпевшими. К тому времени курьеры уже скрылись из Рязани. Оперативники установили, что к преступлению могут быть причастны жители города Сергеев Посад Московской области 20 лет и 21 года. Как выяснилось, действия злоумышленников направлял и координировал их 20-летний знакомый в интересах других заинтересованных лиц, непосредственно занимавшихся обзвоном пенсионеров. Курьеров задержали. Куратор, откарающий руки закона, тоже не ушел. Всех доставили в Рязань для проведения следственных действий. Придумал заниматься данной деятельностью я сам и подбирал курьеров тоже сам. Денежные средства после того, как они приходили мне от курьеров, полцентром я не переводил. И оставлял их себе. После чего тратил все деньги на личные нужды. Уже в ходе допроса юноши признались, что уже собирались отправиться в другой регион с той же целью собирать деньги с обманутых пенсионеров. Планам не суждено было сбыться. Вовремя вмешались оперативники. Сейчас вся троица под стражей. Полицейские продолжают расследование. Устанавливают личности других участников мошеннической схемы. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов. Телекомпания. Город. В Рязани открылась выставка продажи икра и рыбы камчатской. И уже с момента открытия рядом с прилавком образовалась очередь. Рязанцы хотят попробовать дары камчатского края. Чарующий аромат и богатый ассортимент камчатского улова. Чивыча, нерка, палтус, омуль и белорыбеца. Все эти дары камчатки рязанцы любят за неповторимый вкус и свежесть. Как говорится здесь, на выставке продажи представлена продукция для настоящих гурманов. Чивыча не случайно считается королем лососевых. Ведь эта рыба богата витаминами и очень вкусная. Как говорят покупатели, они с нетерпением ждут приезда мобильной ярмарки и всегда следят за рекламой. Ведь выставка продажи икра и рыбы камчатской в нашем городе пользуется просто бешеным спросом. И купив здесь рыбу или икру, однажды хочется вернуться вновь. Все время беру, покупала, пробовала все у них. Мы ни колбасу, ни мясо не едим. Поэтому на завтраке мы все едим икру. Бутерброд с икрой. Ну я вроде думаю, может для пользы дело, может йод там какой-то содержится. Все-таки мы уже пожилые люди. Камчатский край невероятно богат на рыбу. Природа в своем первозданном виде. Огромное количество озер и рек делают этот край невероятно привлекательным для рыбаков. А весь улов – это экологически чистая продукция, уверяют продавцы. Палкус и чавычу. А почему именно это? Ну потому что уже брали вкусное. Витамин D в первую очередь, а во вторую вкусно. Вкусно же, не правда ли? Здесь вижу икру. Я всегда прошу, чтобы он ложечку мне эту поднял и опустил. Выставка продажи икра и рыбы Камчатской расположилась у торгового центра «Премьер» рядом с центральным входом. Она будет работать до 8 октября включительно. На этом у меня все. Я прощаюсь с вами до следующих выпусков. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова